Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Огород без правил, а мы по-прежнему находимся в Новгородской области. Сегодня на календаре у нас уже 7 мая и у нас продолжаются ночные заморозки. Сегодня заморозок был минус 6 градусов. Сейчас 5.30 утра, заходим в нашу поликарбонатную теплицу размером 3 на 6 и на градусники в теплице минус 1. Слава Богу, что здесь рассада никакая не высажена. Здесь растет у нас зелень, которую мы накрыли дополнительно пленкой. Так что зелень у нас чувствует себя просто замечательно. В прошлом сезоне здесь стояла рассада томатов, которые у нас замерзли. И также замерзли томаты, которые были высажены в теплицу, которая стоит параллельно этой на участке утещи. Так что такая обстановка у нас на сегодняшний день. Бежим дальше. Клубника также подмертла. В бочках лед. Чтобы быть более честным, показываю вам градусник, на котором минус 6 градусов. Это 5.30 утра и напоминаю, сегодня 7 мая. Вот такая у нас погода. Ну такая погода во многих регионах России, поэтому это и не удивительно. Лисия на груши стеклянные. Думаю, когда они оттают, они повиснут тряпочкой. Самое главное, где груша, которая у нас цветет, дай Бог, чтобы цветки у нас не перемерзли и мы смогли получить урожай. Для тех, кто еще не знает, сорт груши у нас Чижевская. Это ранний сорт, который созревает примерно с середины августа, начало сентября. В прошлом году наша груша также попала под заморозки, но цветы выдержали эту непогоду и мы смогли получить хороший урожай. Теперь перемещаемся с вами в теплицу огуречную, где на градуснике у нас 9 градусов тепла. Прошлая ночь на градуснике было 12, но и на улице было не минус 6, а минус 3-4 градуса. Здесь у нас находится томатная рассада, которая давно просится на постоянное место, но этого сделать мы пока не можем, из-за пониженных температур ночью бегать и устраивать танцы с бубнами совсем не хочется. Следующая теплица, которую также не можем обойти стороной. Здесь у нас сейчас находится рассада петуний, достаточно в таком хорошем количестве. Будем украшать в этом году свой участок. Часть спустим под реализацию. Хоть петуния у нас и более морозостойкая, но все равно каждую ночь мы накрываем ее укрывным материалом, который подготовлен у нас в теплице. Вообще эта теплица у нас рассчитана на вторую очередь томатов. Теперь мы перешли в теплицу капельку фермер размером 4 на 12, где у нас высажены томаты аж 8 апреля. Многие в это не верят, но да, мы смогли это сделать. И эту теплицу вообще не подогревали. Здесь у нас натянута пленка одним куполом, плюс сделаны высокие грядки. В этой теплице уже томаты завязывают плоды. Многие томаты имеют не по одной цветочной кисти. Так что эта теплица у нас для получения раннего урожая. Нам пришлось осуществить подогрев этой теплицы буквально последние две ночи, потому что температура на улице была менее 2 градусов со знаком минус. Здесь у нас сделана бразилка для подкормки наших томатов. А на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, не забываем ставить лайки, писать комментарии. Всем пока, пока.